едут и едут и едут и едут хули они сюда блять едут наехали мужик парковка тут платная это видос наверно про про тот лайфстайл который многим нравится которые смотрят мой канал и которые смотрят канал вот этого мужика которого многие знают наверное который привет земля привет земля земляка привет земля как как ты звать то меня зовут паша я подписчик макса приехал к нему в гости это ревья короче тема смотрите про про те кто не хотят не хотят покупать готовый вариант какой-то для тех кто не то чтобы не хотят они имеют финансовые возможности сделать вэн это самое пашка немножко там покажет расскажет просматриваем его вэн под видосом я там дам ссылку на видос когда паша еще года три назад до года три назад делает вэн там все вопросы чего как из чего там регистрации регистрации все вот эти страхи сомнения российские но и сейчас мы по нему полазим уже вычет в каком формате народу будем все рассказывать но вкратце как бы тут что это обычный фургон обшит виброизоляция теплоизоляции и и вот а тропилки на них положено фанера кровать поставлены сиденья даджа каравана под ними там 70-литровый бак и все это узаконено как бы фишка основная что я грузовой фургон превратил не грузы пассажирские а грузовой фургон с 5 посадочными местами все этого достаточно для того чтобы это было темперам абсолютно на легальных законных основаниях это знаете как бы вот я на протяжении трех лет точнее по факту против ну по факту трех лет могу сказать что плюс его какой он достаточно свежие 12 года то есть он такой ходовой на нему куда-то ездить далеко вот вот как бы вот далеко есть такой ездовой если у макса как бы он больше стоит этот вариант как бы доехать до макса из россии и посмотреть как живет макс и потом уехать обратно и куда-нибудь сужавка вкратце то есть смотри вкратце мы уже раковину видели ты посуду мыло здесь это туалет и душ здесь туалет душ ты не заморачивался жесткими стенами как стать как как вариант народ можно не морочиться можно вот сделать просто влагозащитную такую штору плотную там вытяжку сделать и вот такой душ получится да вот ну понятно что поддон еще прикольная тема кстати я помню как ты там отвечал на троллинг куда резко пропала про стол смотрите вот отличное решение уже сколько и уезжаешь там больше и больше двух лет вот без заморочек просто складной стол то есть даже мой как бы типа заводской якобы тот он тоже складной но там с большей как бы заморочкой в этом читать стегнуть нужно сложить а тут хлоп хлоп и короче все его нету не понятно вот поворотное переднее сидение что дает комфорт если путешествовать такой компашка стол можно на улице вынести да 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 без геморроя да вот сделал не надо выкинуть кемперский ты говорил я сколько там в рублях все это обошлось 200000 это это я сначала чем ты сначала напрёкся а потом я понял что это начиная от саморезика заканчивая там баками инверторами все 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 есть канал видео где прям я пару по рублю все рассказываю на что было потрачено и как бы что сколько стоило я помню в каком-то видосе все такие о как ты так делал так круто шкафы вот эти вот гнутые и там все какие-то технические решения предлагали а ты как не все там позавчера сказал просто тупо фанеру закрепил здесь увлажнил ее загнул закрепил здесь потом лаком все покрыл и все нужно зафиксировал как бы ее в состоянии и она после этого когда наклеил направляющую она перестала ну как я уже говорил там можно залезть пашку на канал и там 100 миллионов видео там про то как он нам куролесил в италии как итальяшки и там у него вымогали деньги за ремонт как он там спал в кукурузном поле как полиция итальянская задала вопрос ты кто такой и короче много-много как он делал этот вен как ну то есть как макс уехал дорогу дома как а мы ко мне доехал нас но на самом деле я поприкололся в начале до этом что кто-то что-то где-то но мы несколько месяцев последних как-то так общались то в комментариях то еще как-то вот и вот все же все же все же ты его сюда доехал вот здорово здорово что вот смог посмотреть побережье потому что очень как-то но не необоснованно упущено русскими всякие помойки типа тревьехи конечно же русскими очень рассмотрены и подробно в деталях и при раскрыл рассказывается как там классно на самом деле я могу точно заявить что там не классно если сравнивать допустим с побережьем атлантики вот тарифы и дальше прямо до португалии вот и здорово что получил на байке поедем сейчас да макс катает на байке здесь майк макс катает на кайтах на серфах у него огромное количество здесь друзей очень прикольных таких же как сама рекламируем а я харизматичным на самом деле он ролик снимает и нам нужно на байке сейчас проехаться поснимать ну вот я до вдвоем не помню как раз ездил мы я приехал на день уже три постараемся не данный билет постараемся не упасть ладно все тогда я складываюсь и поедем с разорванным горлом называется зима мертвецов можно посмотреть мне где-то на ю тубе даже есть вырезка вроде бы и и здесь ходил на кастинг режиссер из мадрида снимает фильм о девушке с какой-то там каким-то сброс раком у неё рак смысле не с раком она не с ракой а у нее болезнь рак вот и что-то там связано с серфингом вот я честно говоря очень был удивлен меня почему-то не позвали может потому что я про плохо было испанело вот но я просто видел кто-то приходил на кастинг я понимал что там я единственный очевидный кандидат почему-то меня больше не позвали хотя может позовут но вроде бы съемки закончились пошли там селфи сделаем возле тарифа да вот за тарифы на селфи сделать сейчас мы пройдем как-нибудь проезжайте 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 здесь здесь очень-очень-очень это очень-очень лояльно отношения между водителями и туристами это вот здесь вот обычно делают все все туристы делают селфи я один раз видел как итальяшки 5 пацанов короче здесь делали селфи ночью здесь фонарями все подсвечивается без труселей то есть ну прямо они там это одежду оставили вот тут короче и такие с голыми жопами сели на знаке тарифа и в общем-то в беларуси это был бы расстрел и минимум 15 суток а здесь как бы достаточно лояльно полиция понимает что важное место для них это важно сделать фото давай залезем сюда чтобы мешаем транспортному движению сделаем селфи я потом за скриншотчу сделаю скриншотик но мы как бы вот с пашком вот делаем селфи возле знака тарифа это один из въездов на закате закат вот там закат вот там нам девчули сигналили махали нормально смотрят водитель очень вполне нормально белоруссии выругались матом засмотрелись на нас там аварийная ситуация создалась полиция приедет я не вредно заберет прикольные люди что пошли на закат может скажи мне кто это такой вот ла это дедушка серфера видно у него серферская панамка я таких встречал на лоунборде по номерам не определишь по поведению местные никуда не спешат если очень сильно суетиться всех подгоняет сигнали то это мадрид валенсия ну на крайний случай малага вот все остальное это местные а это итальянец ты его знаешь ну так улла вот это прикольная точка была я полонабы что происходит где мы все пошли на закат на пляж пошли на пляж мы на пляж шли овечки будут по дороге да да будут по любому будут мы вот решили после ужина и хорошего пивасика выбраться на пляж на сансет вот марокканские горы сейчас уже больше в дымке их особенно не увидеть и мы решили прогуляться понести всякий вред что-то потереть про женщин про парковки про пляжи вот и не знаю и похвастаться перед вами у вас же осень скоро наступает да вот показать вот как как вот как у нас все хорошо наступило уже в россии уже наступила осень вот пашок просто завтра уезжает в россию ему нужно вернуться связи с всеми этими визовыми вопросами вот но вен остается здесь в андалусии и чувствую что по возвращению пашок походу застрянет на какое-то время вот ну либо по нужде либо по кайфу не знаю но по нужде нам по-любому надо будет неделька на всякие вот эти панели охренели все это поделать и солнце здесь прекрасен вот сейчас солнце уходит у нас в океан через несколько месяцев оно будет заходить вот за ту гору но в аль пальмаре оно также будет уходить в океан потому что там не будет этого выступа вот Elizabeth да а так Субтитры делал DimaTorzok 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 У людей, которые приезжают в Тарифу, разное складывается впечатление И в большинстве это место, этот перекресток силы всех впечатляет Впечатляет тех, кто с открытым сердцем, с чистыми помыслами, со светлыми идеями, со свободным мышлением Оставшуюся небольшую часть это место пугает, настораживает, вызывает дискомфорт Они бегут отсюда, не оборачиваясь Их пугает стихия Атлантики, мощность океана, их пугает ветер, их пугает свобода Их пугает все, что далеко от стабильности Социальных гарантов, асфальтированных дорожек, пакетиков для говна собачьего Насколько я видел и слышал то, что говорил Паша, его, как и многих, это место впечатлило И произвело некое, дало какие-то новые впечатления, новые ощущения Произвело какое-то впечатление, которое, как мне показалось, отличалось от того, где бывал он раньше И он выдвигается на историческую родину, в Санкт-Петербург Но, тем не менее, Вен остается вот здесь Это говорит о том, что через парочку месяцев он возвращается сюда Возможно, он поедет дальше, возможно, нет, я не знаю Но кого бы, даже тех, кого тарифа впечатляет, как я уже говорил раньше Тарифа сама принимает решение о том, нужно ли вам сюда приехать Нужно ли вам тут остаться И не всех это место оставляет здесь Некоторым оно по-своему говорит Все, как бы, пора, тебе пора, уезжай В моем случае мне это место сказало, что ты не готов, чтобы двигаться дальше Тебе нужно подготовиться И вот я здесь готовлюсь и жду, когда... Я тоже покину это место Но вот мы с Пашком разговаривали Мне показалось, что это место будет скорее некой моей гаванью Куда я буду постоянно возвращаться Даже когда путь на следующий континент для меня станет открыт Все же я буду возвращаться сюда Все, Макс, пока, пока Ляпы, ляпы, постоянно испанцы Я из стального угла сделал Что, блядь, хуерь, блядь, там, как бы... А, видишь, мой ручник, блядь, он, как бы, блядь, вот остановился, а твой вжухл Я думал, ты поехал просто, ладно? Ребята, отремонтируйте себе ручейки, если у вас не работает Потому что будете ездить с поломанными номерами Потому что у меня номерочек сделан из крепкой стали Пашок уехал со своим поглотым номером Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому